Коля, ты вот знаешь, что в детстве моей любимой передачей была телепрограмма «Самой умной» с Тиной Канделаки? Настя, ну действительно интересная передача, я тоже на ней вырос. А ты-то к чему? А к тому, Коля, что в рамках фестиваля Чайковского знаменитая журналистка и гендиректор Матч ТВ встретилась с юными ценителями классической музыки. Так давай скорее смотреть сюжет. Человек раскрывается в диалоге. В очередной раз на практике это доказала известный журналист, а теперь и генпродюсер спортивного канала Тина Канделаки. Сегодня ее собеседники – слушатели первой международной музыкальной академии. Успешная теледива охотно делится с ребятами, секретами и тонкостями своей работы. Несмотря на то, что я уже рассказала, что я 27 лет в профессии, я к каждому своему выступлению готовлюсь. Все читаю и начинаю носить правки. Правлю, 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 читаю, читаю вслух, до тех пор, пока не пойму, что мне нравится, собственно говоря, тот рисунок рассказа, который у меня есть. Дальше, когда я приезжаю на место, я еще раз смотрю на аудиторию. И так как у меня большое количество разных выступлений и текстов за последние годы накопилось, я, понятно, как публик-рубик внутри себя могу менять местами разные блоги, обязательно включаю интерактив. Диалог развивался в стремительном темпе, в соответствии с почерком телеведущей. Говорили о современных технологиях, новейших гаджетах, далеких и близких перспективах. Но золотое правило успеха, по мнению Канделаки, неподдельный интерес к делу и огромное трудолюбие. Робот может стать, наверное, великолепным пианистом, но робот никогда не будет играть с чувством. Его техника будет абсолютно одинаковой. Только он будет играть, всегда будет повторяться. Причем от концерта к концерту он будет играть одинаково. Одинаково хорошо. Особенность человека заключается в том, что в человеке есть чувства. Чувства, они всегда разные. Поэтому в этом мире самое главное будет желание все время учиться, совершенствоваться и любить то, что ты делаешь. А еще важно уметь мечтать, не бояться трудностей и философски относиться к неудачам, отметила Тина Канделаки. Я всегда говорю, важны неудачи. Потому что когда вы ошиблись, вы, во-первых, можете разозлиться. Во-вторых, вы можете понять, почему вы разозлились. Исправить свою ошибку. То есть вы растете не во время победы, вы растете на пути победы. Этот диалог творческих людей затянулся на часы. Юные музыканты не отпускали телезвезду со сцены. Сдавали личные вопросы, спрашивали совета и получали полезные рекомендации. Мне очень понравилась эта встреча. Она была незабываемой. И я была рада, что я спросила у нее вопрос, что она ответила. Она очень интересно все рассказывала. И мне было очень приятно, что вообще приехала в этот город и встретилась с таким человеком. Встреча была замечательная. Она нам дала получительные жизненные советы, которые, возможно, нам, и даже я надеюсь, пригодятся в будущем. И мне очень понравилось. Она очень искренне все это рассказывала. Встреча с телезвездой организована в рамках работы фан-зоны для ребят Первой международной музыкальной академии. Это только один эпизод программы. Помимо занятий, ребята регулярно посещают экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Анастасия Галкина, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.